Привет друзья, сегодня у нас на повестке дня, с вами адресная лента, на самом деле вещь на рынке не новая, много кто ее уже давно использовал, но тем не менее штука очень интересная и вот у меня тоже такая появилась. Но прежде чем лепить на ней какие-то супер проекты, необходимо все таки разобраться как же она работает, поэтому сегодня мы с вами сначала попробуем поуправлять этой лентой с помощью библиотеки, потом разобраться собственно как это управление происходит, ну и напишем на ардуино простенький скетч, который сможет управлять и посылать команды данной ленте без каких либо библиотек. То есть перейдем практически на ручное управление. Ууууу, как же я это люблю. Ну а данную ленту мне любезно предоставил российский интернет-магазин Giant4, так что ссылка будет в описании и советую туда заглянуть. Потому что там отличный выбор, отличные цены и люди с округлым разрезом глаз, а не китайцы, которые вечно пытаются нас обмануть. Ну и кстати говоря, этот мощный годный блок питания мне прислал тоже Giant4, так что спасибо ему за это огромное. И я не буду сегодня использовать всю ленту целиком, потому что чтобы разобраться мне в работе и устройстве, хватит и кусочка из 5 пикселей. А управление будет организовано с помощью Arduino Nano. Пожалуй на данный момент это самый простой и дешевый вариант из всех существующих. А чтобы было удобно, я воспользуюсь своей макетной платой собственной разработки видео, как я делал которые вы можете найти у меня на канале. Чтобы блок питания стало возможно использовать, я прикручу к нему провод с вилкой. Ну и так как этот блок питания у меня из упаковки и совершенно новый, то необходимо замерить напряжение и откалибровать его, если это потребуется. Здесь если честно, этого делать было не нужно, тут было все ровно, но специально для вас я вам показываю как это все выглядит. Адресная лента имеет 3 контакта, 2 из которых это питание и 1 это информационный канал, по которому передаются команды. Как вы видели на экране, я только что припаял к ленте 3 провода питания, мы будем подавать с блока питания, ну а информация конечно же с Arduino. Здесь в разрыв рекомендуется ставить токоограничивающий резистор, по моему не важно совершенно какой, ставьте например от 100 до 1000 Ом. Ну и конечно же не забываем о том, чтобы команды проходили, нам необходимо объединить минуса, Arduino и блока питания. А командный провод я подключил к 12 цифровому выводу Arduino. Схему вы можете увидеть на своих экранах. Сама же Arduino будет питаться через USB провод подключенный к компьютеру и через него же будет происходить программирование контроллера. Ну а перед тем как мы начнем писать свой первый скетч для адресной ленты, я бы хотел рассказать что такое RGB. Это аббревиатура от слов красный, зеленый, синий. И дело в том, что смешивая эти три цвета можно получить абсолютно любой цвет. И с помощью RGB модели очень легко объяснить машине какой цвет вы хотите получить. Пропорционально добавляя одного цвета меньше, а другого больше, мы изменяем оттенок. Ну и прелесть состоит в том, что в памяти абсолютно для любого цвета необходимо хранить всего лишь три значения. Величину красного, синего и зеленого. В нашем случае под каждое из этих значений выделен один байт. Ну и проще говоря, каждый цвет у нас может принять 256 значений. Что позволит нам передать больше 16 миллионов оттенков. В общем-то RGB очень крутая штука, но мы с вами отправляемся писать скетч. Сначала будем использовать библиотеку, их достаточно много, я выбрал NeoPixel, одна из самых известных. Затем задаем константу величиной в количество светодиодов, у меня их 5. Ну а также константу, в которой будет указано, к какой ноге Ардуины подключена лента. Теперь создаем объект класса и передаем в конструктор необходимые параметры. Инициализируем работу класса и подготовка вся на этом закончена. А в самой телепрограммы мы пишем следующий цикл. Этот цикл у нас длиной в 5 итераций. Но когда до этого мы создавали объект и передавали ему количество пикселей, то в этом объекте у нас появился массив, который способен в себя вместить 5 цветовых значений RGB. И сейчас в данном цикле мы заполняем этот массив от 0 до 4, передавая ему значение цвета RGB. В данном случае максимальное значение у нас имеет только красный цвет, все остальные цвета равны нулю, поэтому у нас все пиксели будут красного цвета. После этого вызываем метод нашего объекта, отвечающий за передачу данных из массива нашей ленте. Затем ставим секундную задержку и пишем еще один такой же цикл, только в этот раз все значения заполняем нулями. Еще раз закидываем команды в ленту и ставим секундную задержку. А осталось записать скетч в Ардуино и увидеть надпись о том, что загрузка завершена. Не самый веселый и крутой сценарий, конечно же, у нас получился, но как вы помните, мы все-таки с вами пытаемся разобраться. Вот мы в массив записали 5 красных пикселей, после этого мы его вывели на ленту, подождали одну секунду и потом стерли все пиксели, сделали цвета равные нулю. Подождали одну секунду и начали повторять это до бесконечности. Пока что выглядит совершенно не круто, но сейчас мы с вами будем дорабатывать. Теперь же в первом заполнении массива мы будем заполнять абсолютно все пиксели только зеленым цветом, но во втором заполнении массива только синим цветом. В результате у нас с вами поочередно моргает зеленый и синий цвет, и длина периода равна 2 секундам. Теперь же давайте немного усложним нашу задачу. В конце программы у нас будет стоять цикл, который все значения массива делает нулевыми. Теперь записываем данный массив в ленту и ждем 130 миллисекунд, то есть в любом случае у нас лента очистится. Затем у нас идет цикл, где каждый из пикселей заполняется розовым цветом поочередно. Но вывод на ленту идет уже каждую итерацию цикла, конечно же отделяя проходы цикла друг от друга небольшой задержкой. Ну и в результате мы видим следующий результат. Ну и камера передает не очень хорошо розовый цвет из-за засвета. Теперь предлагаю еще немного улучшить программу и уже начать разбираться, как же это все работает. Теперь у меня будет один большой цикл от нуля до двух, это для того, чтобы перебирать три цвета. Ну а в нем вложенный цикл от нуля до четырех, чтобы перебирать светодиоды по очереди. Здесь при заполнении массива цветами мы вместо того, чтобы явно указать цвет, вызываем функцию и передаем ей номер нашего основного цикла от нуля до двух. Но вызываемая нами функция имеет следующий вид, она принимает номер и в зависимости от того, какая там будет цифра, возвращает один из трех цветов. Как видно, результат уже гораздо интереснее, чем был до этого. Я думаю, я наглядно показал, что библиотекой уже готовы пользоваться, ну супер просто. И это может сделать совершенно любой человек, даже не будучи программистом. На самом деле в этом и заключается суть Ардуино, то, что если мы обычный человек и делаем что-то бытовое, не очень значительное, то нафига нам лезть в какие-то высшие материи, учить какой-то матан и изучать архитектуры микропроцессоров. Если можно сваять на коленке и результат конкретно для вас будет просто прекрасным. Но понимать, как это все устроено совершенно не помешает, и я вам предлагаю разобраться. Прежде всего надо сказать, что в каждом светодиоде данной ленты у нас три светодиода разных цветов красного, зеленого и синего соответственно. Поэтому каждый из светодиодов на ленте мы будем называть пикселем. Каждый пиксель помимо трех светодиодов имеет еще и микросхему. Она принимает команды извне, также управляет светодиодами внутри пикселя и отправляет команды следующему светодиоду. Чтобы зажечь первый светодиод внутри пикселя, нам необходимо передать один байт по первой ноге. Чтобы зажечь второй и третий, нам необходимо передать еще два байта. Чем больше величина байта, тем ярче будет гореть наш светодиод. Ситуация обстоит следующим образом. В микросхеме есть три ячейки памяти. Когда мы передаем первый байт, она заполняет первую ячейку. А когда мы передаем второй байт, она видит, что уже первая ячейка заполнена и заполняет вторую. Таким же образом заполняется и третья ячейка памяти микросхемы. Но когда мы передаем четвертый байт, микросхема видит у себя три заполненные ячейки и передает этот байт следующей микросхеме следующего пикселя. И там ситуация повторяется точно таким же образом. Тогда получается, чтобы изменить значение 5 светодиодов, нам необходимо передать 15 байт памяти или 120 бит. Теперь же необходимо разобраться, как же эти байты нам передавать на ленту. Мы уже с вами знаем, что 1 байт состоит из 8 бит, и бит является минимальной единицей измерения, которая может принимать либо 0, либо единицу. И в данном случае нам необходимо понять, как эти биты кодируются. Но кодируются они с помощью импульсов напряжения, которые имеют определенную длину. Если в проводнике, по которому поступают команды на ленту, у нас 0,8 микросекунды имеется напряжение, а затем 0,45 микросекунды отсутствует напряжение, то это считается логической единицей. Причем допустимая погрешность равна 125 наносекунде. А если же напряжение в проводнике присутствует 0,4 микросекунды, а потом отсутствует 0,85 микросекунд, то это считается логическим нулем. Ну и вот вам пример, как передать конкретно изображенный на рисунке байт. Ну и как вы поняли, каждый байт будет уходить все дальше и дальше вглубь ленты. Ну а чтобы начать заполнение с самого начала ленты, нам необходимо сделать паузу в 50 микросекунд. Алгоритм на самом деле достаточно простой, и это можно было бы сделать с помощью функции DigitalWrite. Но к сожалению, данная функция выполняется примерно 6-8 микросекунд, и мы совершенно не укладываемся в тайминги. Ну и чтобы решить данную проблему, необходимо воспользоваться командами, которые будут способны выполниться за один такт. А это не что иное, как простенькие ассемблерные вставки. Отключаем ненужный нам таймер, и объявляем выходную ногу контроллера. До этого у нас была 12-я нога, но сейчас стала она 4-я, потому что Ардуино называет ноги как себе удобно, и в этом нет ничего плохого. Она именно. В микроконтроллере реально это 4-я нога. Далее опишем команду PORTB равен 0. Это та самая команда, которая будет выполняться длительностью в один такт. Выполняет она совершенно то же самое, что и DigitalWrite с параметром low. А вот команда PORTB равна единице, аналогично DigitalWrite с параметром high. Мы знаем с вами частоту процессора, поэтому можем посчитать длительность одного такта. И получить время выполнения данной команды. Оно равно 62,5 наносекунды. Ну и вот на ваших экранах тот самый набор команд, которые имитируют логическую единицу бита для адресной ленты. А SM NOB, если что, это пропуск такта. Конечно же задержку можно было бы сделать и более технологично, но мы с вами идем самым простым для восприятия путем. Ну а следующим образом будет выглядеть нулевой бит. Мне кажется, что здесь все достаточно просто. Ну и давайте от теории перейдем все-таки наверное к практике. Допустим мы с вами хотим зажечь первый светодиод первого пикселя. И для этого мы должны отправить один байт, состоящий из единиц. Для этого поначалу иду по самому простому пути. Копирую 8 раз кусок кода, который не создает на выводе логическую единицу для ленты. Теперь наконец-таки настало время испытать. Верна ли была теория. Но поначалу нам необходимо выключить питание у Ардуины. Потому что наши команды отправляются во время отработки функции старта. Это значит, что данные команды могут отправиться только при включении. Ну а также отключить питание с адресной ленты, чтобы на ней ничего не висело. Сначала нам с вами предстоит включить питание ленты, чтобы лента была готова принимать команды. Ну а после этого подаем питание на Ардуино и смотрим с вами, что же произойдет. Ну а пока Ардуино грузится, я хочу напомнить, что у нас должен загореться первый светодиод в пикселе. И это первый светодиод оказался зеленым. И это, кстати говоря, еще одна из особенностей электротехники. То, что нюансы могут возникать вообще совершенно на каких-то пустых местах, где ты их не ожидаешь. Я вижу практически каждый день, как на таких нюансах горят теоретики, которые проектируют не на столах и не на деле, а у себя в головах. Думая, что они все предусмотрели. И кто бы мог подумать, что у RGB светодиода первый цвет будет не R. И если даже мы предположим, что, допустим, заполняем массив с обратной стороны, с конца, то это тоже не вяжется. Теперь же давайте запишем более длинную, но не более сложную программу на полторы тысячи строк. Суть остается совершенно та же, но мы передаем не один байт, а целых девять. Для наглядности вот вам картинка того, что я хочу передать. Давайте же посмотрим, как это будет выглядеть в реале. И результат на самом деле оказался именно таким, какой я ожидал. Первые три светодиода и на каждом горит ровно один цвет, отличающийся от других. При этом порядок цветов оказался полностью перепутан, оказался зеленый, красный, синий. Но так как эти моменты все решают, как правило, библиотека, которой мы пользуемся для управления данной лентой, то мы бы об этом никогда и не узнали, если бы я вам не рассказал. Теперь же настало время написать финальную программу. И я предлагаю сделать ее совершенно такой же, как та, которую мы писали, когда пользовались библиотекой. Я оформил вставку в симулирующую логическую единицу и ноль как функции. Теперь мне не нужно писать будет миллион строчек, а просто я буду эти функции вызывать. Также теперь у меня имеется массив байт, в котором я буду хранить значение светодиодов. Ну а также я добавил функцию, которая очищает как саму ленту, так и массив значения светодиодов. И поэтому нам теперь каждый раз не придется передергивать питание. И при старте программы я вызываю данную функцию, ленту просто необходимо очистить, потому что мы не знаем, что сейчас на ней отображено. К примеру, это важно в том случае, если на ардуине произошел сбой и она перезагрузилась, а на ленте тем временем у нас все это время оставались выведенные последние результаты. Далее у нас будет цикл вайл, который зациклен до бесконечности. Ну и в этом цикле будет выполняться наша программа. Для чего это сделано, сейчас я вам объясню. Дело в том, что то говно, которое мы сейчас с вами написали, в функции loop работает у меня не совсем стабильно. Но так как у нас все-таки проект экспериментальный, только чтобы попробовать и убедиться, что на самом деле все работает именно так, как в теории, то выяснять, почему это не работает в теле функции loop просто-напросто не имеет смысла. Наверное, какие-то таймеры мешают или может быть там такты где-то пропускаются. Все равно ни вы и ни я этим пользоваться не будем, мы это делаем, чтобы убедиться, что она на самом деле именно так работает. Поэтому пока я это все объяснял, на экране появился код, кому было интересно, те его прочитали. Тут два вложенных цикла и в них собственно вся магия и происходит, но давайте уже смотреть результат. Ну а получилось, друзья, у нас с вами именно то, что и должно было получиться. Не больше, не меньше, так сказать. Не буду врать иногда, но крайне редко вылазят артефакты, не знаю, может быть это помехи какие-то, может быть это ардуинка у нас боит, потому что у нас там низкий уровень с высоким вперемешку идет. Но тем не менее оно работает и работает без библиотеки. Ну и напоследок я хотел бы еще раз поблагодарить за предоставленную возможность интернет-магазин Гиант 4 и конечно же порекомендовать его вам. Хотя бы зайдите и посмотрите, цены действительно вас удивят. Я вам честно скажу, мне было очень интересно этим всем заниматься, конечно же практического применения никакого данное видео не несет, но тем не менее просто это здорово, что имеется возможность в чем-то разобраться и немного поуправлять. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь, пока-пока.